все я готов поехали значит сегодня у нас выпуклой оболочки в прошлый раз мы поговорили про всякие примитивы пересекать и так далее и там было в конце ближе к концу было скалярное произведение двух векторов вот и сегодня нам нужно будет векторное произведение ну вообще с формальной точки зрения то не видно просто не обозили несколько время изучали там лина ли или на геометрии там векторное произведение двух векторов в трёхмерном пространстве определяется как еще один вектор в трехмерном пространстве то есть окку Yo но мы будем так говорить все равно будем вы что-то будет векторное произведение векторное произведение так у кого-то мне кажется микрофон не отключен векторное произведение если у нас есть два вектора у его с координатами соответственно x1 y1 x2 y2 то векторное произведение можно обозначать там каким-нибудь крестиком либо квадратными скобками вокруг либо ну я буду писать чаще всего кросс в векторное произведение это следующая штука x1 y2 минус x2 y1 вот ну давайте я напишу это в кавычках потому что это с математической точки зрения не векторное произведение но какие-то его черты сохраняет мы будем просто брать векторное произведение как раз вот это вот такое число получающееся после такого произведения наших эффект вот и какие свойства у это векторное произведение но такие же как в как если мы считаем то есть по сути здесь написано определитель у такой матрички x1 y1 x2 y2 вот на это просто такой определитель ну и соответственно все наши свойства определителя они нам известны из курсов предыдущих это если мы говорим про два вектора на плоскости это просто площадь вот такого параллелограмма натянутого на наши два вектора вы нарисовали вектор q нарисовали вектор v отложили их от одной и той же точки ну и соответственно значение определителя это как раз площадь параллелограмм это и будет значение определителя значение и еще у определителя может быть знак может быть положительный или отрицательный это соответствует тому в каком ну соответственно как какой знак будет у площади этого параллелограмма то есть в какую сторону осуществляется кратчайший поворот от у к в если кратчайший поворот как вот здесь на рисунке он от у к в то есть вот у к в это под первого аргумента ко второму мы всегда меряем угол от 1 вектор ко второму и вот если этот угол получается при вращении против часовой стрелки то есть положительное положительное направление на вот это положительное направление против часовой тогда знак будет положительность площадь будет положительно векторное движение будет положительным а если бы нас было наоборот картинка когда-нибудь вот такая я нарисую вот есть ум вот есть в и мы считаем опять-таки площадь вот такого правилограмма то у него же будет отрицательная знаковая площадь потому что кратчайший направление поворота от рук в это вот осуществляется по часовой стрелки здесь напишем против часовой против часовой следовательно больше 0 по часовой следовательно меньше ну вот такие простые свойства про определитель про векторное произведение мы знаем и можно еще написать одну формулу что векторное произведение похожим образом как скалярное выражается через длины векторов и угол между векторами все это будет длина у умноженное на длину в умноженное на синус угла между нашими двумя векторами если это был альфа да то здесь альфа то нужно будет синус альфа множить на произведение длин векторов у или причем этот угол альфа тоже понадобится ориентированным то есть если поворот противансовую эту основе больше нуля как ну собственно в этом случае до поворот почему с most больше 0 в этом случае когда четыре часовой наоборот то есть в отрицательном направлении Empire funERS то и угол альфа будет отрицательным тогда соответственно синус элфа отрицательное значит и все вот это вот произведение тоже будет Ну и эта формула, она тривиально следует из наших базовых представлений о геометрии, потому что это просто площадь параллелограммы. Если у нас есть параллелограмм со сторонами U и V и каким-то углом альфа между ними, то площадь параллелограммы – это, понятное дело, произведение длины на синус угла. Ну и еще, если мы хотим знак сохранить, то нужно просто взять угол положительный или отрицательный в зависимости от того, в какую сторону поворот – против силы или по чиселы. Вот такие простые сведения про векторное произведение. Но для нас это в первую очередь будет полезно для того, чтобы определять именно направление поворота. То есть мы поняли, что знак векторного произведения однозначно говорит нам, в какую сторону надо вращать вектор первый, чтобы получить второй вектор – по-часовой или против-часовой. Давайте запишем. Знак векторного произведения говорит нам о направлении кратчайшего поворота между двумя векторами. Соответственно, если знак положительный, то вращение против-часовой. Если отрицательный, то по-часовой. Ну, а если знак равен нулю, то есть если у меня векторное произведение нулевое, то это значит, что угол между ними – это 0 или пи. То есть векторы либо сонаправленные, либо противоположные направленные. Давайте нарисую картинку, что если 0, тогда картинка либо такая, когда они смотрят в одном и том же направлении, либо они смотрят в противоположных направлениях. Вот так и вот так. Соответственно, векторное произведение нам еще и позволяет понимать, лежат ли там три точки на одной прямой. Что если вы встанете, ну, если вы сместите начало координат в одну из этих точек, затем нарисуете два вектора в две другие точки, то векторное произведение должно быть равно нулю. Потому что если вы встали в центральную точку, то направление у вас должно быть противоположное, как во втором случае, как вот здесь. Если вы встали в одной из крайних, то тогда векторы будут сонаправленные, и опять векторное произведение должно быть равно нулю. То есть векторное произведение еще позволяет понимать, лежат ли точки на одной прямой. Ну, хорошо. Значит, это важный, нужный нам примитив. Теперь мы переходим к определению выпуска оболочки. Значит, определение, пусть S на что точек, в R2. Ну, мы будем считать его конечным. Давайте считать, что мощность S равно N. То есть какие-то N точек. Тогда выпуклой оболочкой S называется... Каноническое определение следующее. Выпуклая оболочка – это пересечение всех выпуклых множеств, которые содержат S. Я напишу это так. Конв от S – это пересечение всех F, таких, что F, во-первых, выпуклая, во-вторых, F целиком содержит S. Вот это классическое определение выпуклой оболочки. Оно же есть, например, в выпуклом анализе. Есть там отдельный область математики, которая занимается выпуклыми множествами. Там, скажем, минимизация функций на выпуклых множествах, решать задачи оптимизации всякие. И там именно такое определение выпуклого множества. Извините, выпуклые оболочки. Мы берем все объемлющие выпуклые множества, всех пересекаем, и что остается в остатке, что лежит везде, то и будет наша выпуклая оболочка. Давайте пример нарисуем. Если я возьму, скажем, треугольник и какую-нибудь точку в нем, вот S – это наши вот эти четыре точки. Первая, вторая, третья и четвертая. То есть S – это один, два, три, четыре. Это у нас пример. Тогда как устроены все выпуклые множества, содержащие наши четыре точки? Напоминаю, что выпуклые множества – это такое, что если две точки лежат в множестве, то отрезок между ними тоже лежит в множестве. Если две точки лежат в множестве, то есть взяли одну точку, взяли другую, провели отрезок между ними, тогда если края отрезка лежат в множестве, F выпуклым, то тогда и весь отрезок лежит в множестве. Ну и тогда какие, например, здесь есть выпуклые множества, которые содержат все точки 1, 2, 3, 4? Ну не знаю, есть, например, вот такой вот круг, круг со внутренностью. Вот это вот все. F – это будет выпуклое множество. Есть какое-нибудь вот такое выпуклое множество. Вот такое. Есть, не знаю, вот такой прямоугольничек, тоже выпуклое множество. Вот вы все-все-все пересекаете, Ну и понятно, что в результате получится просто вот такой треугольник. Другим цветом выделим его с вершинами в 1, 2, 3. Ну и, соответственно, с начинкой, то есть треугольник со внутренностью. Вот это и будет наша выпуклая оболочка. Понятно, что никуда дальше ужать это нельзя, то есть нет никакого другого выпуклого множества, которое бы содержало все наши четыре точки, при этом было бы как-то вложено в наш треугольник. Ну или там какие-то части его не содержало. Потому что в любом случае нам нужно, раз множество F содержит множество S, то есть точки 1, 2, 3, то и, соответственно, вот эти отрезки 1, 2, 3 надо содержать. То есть весь этот треугольник надо содержать. Поэтому меньше, чем этот треугольник, ничего не получится. Такое определение можно здесь еще на полях заметить, что иными словами вот это пересечение выпуклых множеств можно переформулировать по-другому. Это минимальное подключение выпуклого множества, минимальное подключение U. Так, давайте я на другой страничке напишу. Замечание. Значит, конвекс от S – это минимальное подключение выпуклое множество. Содержащие S. Но это легко понять, потому что у вас пересечение любых двух выпуклых и выпуклое. Поэтому в том вашем пересечении, если есть какой-то минимальный элемент, достаточно оставить его, все остальные, соответственно, его содержат. И пересечение любых двух выпуклых выпуклое. Поэтому достаточно рассматривать только вот эти минимальные подключения, потому что все более высокие, они вам не повлияют на результат. Ну и там давайте еще какой-нибудь пример нарисуем, что вот есть у нас какой-нибудь пятиугольник и с какими-нибудь точками тоже внутри. Тогда еще пример. Вот если есть такой набор точек, то выпуклое облочка – это вот этот внешний пятиугольник. Ну, точнее, я рисую границу. То есть формально выпуклая оболочка – это пятиугольник со внутренностью. То есть граница, а также все, что находится внутри. Вот это будет выпуклое оболочка. Ну и в общем случае нам нужен такой многоугольник. Понятно, что это будет обязательно многоугольник с вершинами в наших каких-то точках. Так что во внутренности этого многоугольника лежат все остальные точки, которые не повали на границу. Бывает такое, что какие-то вершины попадают на границу, а какие-то точки попадают на границу нашего многоугольника. Ну, ничего страшного. Соответственно, они не будут вершинами, они просто будут лежать на сторонах. Вот. Значит, в любом случае это будет такой многоугольник. Чтобы это понять, почему у нас получается многоугольник, можно, например, рассмотреть следующий простой алгоритм построения выпуклой оболочки. Значит, алгоритм нахождения выпуклой оболочки. За сколько это будет, кажется, за n в кубе? Совсем кратко его обрисую. Если у нас есть множество точек, давайте мы переберем все пары прямых, проходящие через две из этих точек. То есть переберем две точки из этого множества, проведем прямую через них и посмотрим, правда ли, что все остальные лежат по одну сторону от этой прямой. Например, я провожу вот такую прямую через наши две точки. Понимаю, что все остальные лежат по одну сторону, значит, на самом деле, вот эта штучка будет являться стороной выпуклой оболочки. То есть я нашел такие две точки, что все остальные лежат по одну сторону от этой прямой. Еще может быть такое, что еще на этом отрезке где-то лежат точки множества. Вот эти вот здесь где-то могут лежать. Это ничего страшного. То есть на отрезке могут лежать. Главное, чтобы они не лежали где-то вот здесь на продолжении лучшей, потому что тогда иначе это не будет точно стороной, это будет куском стороны. Если считать, что на стороне на прямой ничего нет, то понятно, что вот это будет сторона в оболочке, потому что эти две точки должны лежать в оболочке, значит, и отрезок между ними должен лежать. Ну и понятно, что вот эту всю внешность, другую половинку полуплоскости, точнее, просто вторую полуплоскость, нам не нужно включать в пересечение, потому что, например, если мы просто рассмотрим вот эту полуплоскость, это выпуклое множество, оно содержит все точки, и, собственно, понятно, что оно участвует в пересечении, когда мы определяем выпуклое оболочку, значит, все вот это точно не войдет. Сейчас, в общем, все по другую сторону от выпуклое оболочки точно туда не войдет. Все не войдет в выпуклое оболочек. Ну и, соответственно, выпуклое оболочко – это пересечение таких, по сути, полуплоскостей, где каждая полуплоскость определяется двумя точками, такими, что все остальные лежат по одну сторону от этой прямой. Мы просто можем за n в квадрате перебрать все пары, все пары точек. Потом еще для каждой пары за o от n перебрать все остальные точки. Проверь, что они лежат внутри одной из полуплоскостей. И, соответственно, если это так, то мы получили одну из сторон. Ну, а дальше у нас есть все стороны. То есть мы получили вот эту вот одну сторону, вот первая сторона. Дальше будет вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Ну и потом их нужно будет просто в правильном порядке обойти. Не знаю, если у вас есть… То есть, по сути, если это воспринимать как граф, и у вас есть тогда граф на наших вершинах, который образует цикл, тогда нужно просто этот граф обойти в каком-то порядке, и у вас получится обход многоугольника либо против чего, либо под числоу стрелки. Но в итоге есть какие-то алгоритмы, они очень эффективные, которые показывают заодно нам, что действительно всегда получается выпуклый многоугольник в качестве ответа. Выпуклая облачка, давайте тоже напишем, выпуклая облачка S. Это выпуклый многоугольник с вершинами в некоторых точках S. Ну хорошо, теперь давайте перейдем к каким-то алгоритмам поэффективнее того, как можно эту выпуклую облачку находить. То есть алгоритм первый, что называется заворачивание подарка. Заворачивание подарка. И работает он за O от N умножить на H, где H – это число вершин в ответе. То есть число вершин в выпуклой облочке. В конвекс от S. Число вершин в выпуклой облочке. То есть этот алгоритм, он очень эффективный, если вам откуда-то известно, что в выпуклой облочке очень мало вершин. Там, не знаю, что выпуклая облочка – треугольник или прямоугольник. Ну, в смысле, четырехугольник. Короче, если вершин на границе выпуклого, в смысле, ответа выпуклой облочки мало, тогда этот алгоритм довольно эффективный. Иначе, если H порядка N, то это будет квадрат, но все равно лучше, чем то, что было раньше, но все равно еще далеко от идеала. Значит, алгоритм такой. Давайте мы рассмотрим самую нижнюю точку. Рассмотрим точку с минимальной ординатой. То есть вот есть у меня наша система координат x, y. Мы рассматриваем точку с минимальным y. Если таких несколько, давайте найдем самую левую и самую правую. Ну, давайте, не умоляю общность, если считать, что есть какая-то точка с минимальным y и с минимальным x, есть точка опять с минимальным y, тем же самым, и максимальным x. То есть, короче, если их несколько, на вот этой вот, ну, то есть в самых низких точек несколько, то возьмемся в них самую левую и самую правую. Вот, но тогда понятно, что это будет сторона нашего выпуклого многоугольника, нашей выпуклой облочки, просто потому что все лежит в верхней полуплоскости относительно вот этой вот прямой. Все остальные точки лежат явно сверху, ну, просто по определению, потому что мы взяли точки такие, что ниже них никого нет. Значит, это обязательно сторона. Вот мы нашли одну сторону, а дальше алгоритм будет такой. Значит, есть у меня вот одна сторона или одна точка в случае, когда эти две точки совпадают, и когда у меня, ну, то есть точка с минимальным y единственная. Значит, есть эта сторона. Давайте попробуем понять, какая сторона будет следующая. То есть, какой отрезок нужно привести следующим, чтобы продолжить наш многоугольник. Для этого, понятное дело, нужно просто найти такую точку в нашем S, такую точку в нашем множестве S, до которой вот этот вот угол максимальный. То есть, например, вот есть точка вот с таким углом, да, большим. Есть точка, где вот угол этот прямой. Есть точки вообще, где этот угол еще меньше острый. Ну, и понятно, что поскольку нам нужно все наши точки содержать во внутренности вот этого угла, ну, внутри этого угла, то понятно, что нам нужно этот угол сделать как можно больше, чтобы в нем просто все лежало. Значит, мне нужно просто найти точку с максимальным углом при вот этой вот вершине, при вершинке P. Как найти такую вершину? Ну, давайте мы просто переберем все вершины, которые у нас еще не попали на оболочку, ну, или там вообще все вершины. И, ну, вот здесь плохо. Ну, можно сказать, что давайте просто посчитаем все эти углы. Не знаю, есть у меня эта точка там P2, эта точка P1. Давайте я для каждой точки Q найду величину вот этого вот угла, величину угла P1, P2, Q. И среди всех таких Q выберу Q с максимальным вот этим углом. Вот, так можно сделать, да, и просто эти углы явно считать. Но вспоминая наше правило, что если есть возможность не находить углы, если есть возможность там не перехода к тригонометрии, потому что, чтобы найти угол, там нужно либо арт косину взять, либо, ну, а там два какой-нибудь стильный, то есть, ну, это все равно какая-то тригонометрия. Давайте обойдемся без этого. Давайте просто найдем такую точку, Q звездочка. Что векторное произведение векторов P2, Q и P2, Q звездочка будет всегда, значит, здесь какое-то отрицательное получается, должно быть отрицательное для любой другой Q. То есть, мы находим такую Q звездочка, находим такую вот самую как бы правую, самую наклоненную точку, вот эту вот, что все остальные, да, любую другую Q, они таковы, что вот этот угол поворота, он получается у нас по часовой стрелке. То есть, как раз тогда это значит, что Q, она менее экстремальная, чем Q звездочка, и нам нужно взять именно Q звездочку. Вот. А, ну да, кстати, тут еще была проблема с этим углом, как минимум в том, что у меня нету, может быть, может не быть точки P1, если P1 равно P2, поэтому это совсем неприятно. Вот. Ну, мы все равно так не делаем, мы будем сравнивать вот этот вот угол просто между любыми двумя Q и Q звездочка. Если угол положительный, значит, Q звездочка лучше, чем Q. Значит, Q звездочка лучше, лучше, чем Q. Это как раз значит, что Q звездочка лежит как бы правее, и нам нужно ее взять скорее, чем Q. Значит, нужно просто найти такую точку, что у нее, что векторное произведение любого другого вектора с вот этим отрицательно. Тогда давайте просто перебирать все вот эти точки, там Q1, Q2 и так далее. И если мы там нашли какую-то текущую оценку на Q звездочка, потом нашли другую точку с неправильным углом поворота, то есть которая лежит как бы правее, до которой угол поворота, то есть от которой угол поворота до нашей положительный, тогда нужно старая Q звездочка забыть и его изменить на вот это. В итоге мы просто как бы, значит, давайте напишем код. Скажем, что Q звездочка – это сначала любая точка, любая точка, потом по всем Q из S. Если кросс P2Q, P2Q звездочка не такой, как нам нужно, то есть больше нуля, тогда просто меняем Q звездочку на Q. То есть если у нас была какая-то неправильная точка, которая лежит левее, чем вот эта текущая Q, тогда нужно просто Q звездочку обновить. И таким образом мы за линейное время смогли найти, на самом деле, просто следующую вершину выпуклой оболочки. У нас были там уже P1, P2. Мы нашли следующую сторону, следующую точку Q звездочка. Затем делаем то же самое. Вот есть у меня сторона P2Q звездочка. Вот эта вот сторона есть. Дальше хочу понять следующую сторону. Нужно сделать то же самое. Нужно встать в точку Q звездочка, посмотреть, как бы провести вот эти радиус-векторы, провести отрезки во все остальные точки и среди них взять самую правую точку, самый правый радиус-вектор. Значит, это то же самое. Нужно просто пройтись по всем точкам и выбрать среди них такую, до которой вот этот кросс, ну, такой, что все вот эти вот кроссы от остальных до новой точки, они получаются опять-таки отрицательны, чтобы вращение было по часовой стрелке. Значит, делаем то же самое. Встали в Q звездочку, перебираем все остальные точки. Каждый раз, когда видим положительное векторное повреждение, мы обновляем нашу новую вот эту точку. Теперь мы нашли, на самом деле, следующую вершину выпуклой оболочки. next какую-то. Ну и, соответственно, так продолжаем. В итоге мы как раз-таки построим выпуклую оболочку. Причем время работы, оно как раз-таки пропорционально n умножить на h, потому что для каждой вершины мы проходим все остальные точки завода. Вот такой простой алгоритм. Давайте еще раз его повторю. Если у меня есть текущая сторона, если я нашел какую-то сторону выпуклой оболочки, то как найти следующую? Значит, вот у меня, например, есть P2 Q звездочка. Я встаю в Q звездочка и нахожу самую правую, самый правый отрезок, ведущий из Q звездочка, в какую-либо точку S. Это делается с помощью кроссов, с помощью векторных произведений. Просто нахожу такую точку, что до нее все вот эти вот повороты по часовой стрелке. И, соответственно, та точка, которая такова, она и будет следующей стороной, следующей вершиной нашей выпуклой оболочки. Вот. Ну, собственно, все. Единственное, в конце вот здесь можно сказать, что, да, тут два замечания, что, во-первых, если у меня вначале не нашлось стороны P1, P2, а, скажем, нашлась только одна точка с минимальным игреком, то можно вот эту вот там Q звездочка, то есть следующую, первую сторону, точнее, следующую вершину определить, как... Так, надо ли здесь что-то отдельное делать? Нет, ничего не надо делать, просто у меня вот это условие сохраняется. То есть, когда у меня даже P1 равно P2, когда вырождаются они P2, мне все равно нужно среди всех вот этих вот потенциальных следующих сторон найти самую правую, самую наклоненную на правую. Ну, значит, это опять то же самое условие, что до нее направления поворота все положительные. В смысле, извините, по часовой стрелке, то есть отрицательные. Все направления поворота должны быть отрицательными. Ну, все. Значит, второе замечание – это что, если у меня есть несколько точек на одной прямой, как, например, здесь, когда я искал вот эту вот Q звездочка, у меня, возможно, здесь было несколько точек на стороне, которые давали то же самое векторное произведение. Ну, и, соответственно, тогда, когда мы сравниваем, скажем, вот этот вектор вот с этим, это, не знаю, P2Q звездочка и P2 вот такой Q, тогда векторное произведение будет нулевым, и, соответственно, непонятно, кого из них взять. Какой отрезок лучше, P2Q или P2Q звездочка? Ну, в таком случае, если векторное произведение нулевое, то мне нужно предпочитать вершину, которая более далекая от P2. В случае, когда векторное произведение нулевое, нужно предпочитать вершину более далекую от P2. Потому что, ну, что это значит, что векторное произведение нулевое? Значит, что они лежат на одной стороне, ну и, соответственно, вершиной будет та из них, которая наиболее удалена от P2, потому что тогда, соответственно, промежуточная, она лежит на отрезке между ними, и она будет не вершиной, а как раз промежуточной точкой. Значит, в итоге вот здесь нужно дописать, что если кросс равен нулю, тогда нужно Q звездочка обновить так, что она наиболее далекая от P2 из Q и Q звездочка. То есть если Q дальше, то ее тоже нужно обновить. То есть тоже сделать Q звездочка равно Q. Вот это случай, когда у меня бывают точки на одной прямой. Три точки на одной прямой. Ну вот такой алгоритм за NH. Окей. Едем дальше. Логоритм. Второй. Вот они тоже как-то называются. Есть алгоритм Эндрю, а есть алгоритм Грэхэма, как я понимаю, но я не помню, где здесь чьи фамилии. Считаю, что это совсем не принципиально. Поэтому я скажу, что это сортировка по координатам. Сортировка по координатам. И работать это будет за N лу Ген уже. За N лу Ген. Значит, алгоритм следующий. Давайте мы изначально S отсортируем по, ну, соответственно, парам X, Y. Обычная сортировка пар сначала по возрастанию X, а при равных X по возрастанию Y. Тогда у меня все точки будут как бы вот так вот упорядочены слева направо. Тогда для каких-то X будут две точки с одинаковой абсциссой. Ну и вот как-то так они будут упорядочены слева направо. Тогда давайте мы будем строить две выпуклые оболочки. Точнее, две части нашей выпуклой оболочки. Нижнюю и верхнюю. Нижняя и верхняя выпуклой оболочки. Значит, это вот что-то такое. Давайте на каком-нибудь начальном отрезке нарисуем. Нарисуем, скажем, вот так. Значит, нижняя – это, грубо говоря, движение от крайней левой точки к крайней правой точке по нижней половинке. То есть если я рассмотрю в этот момент времени, когда нету точек справа, тогда у меня вот это будет нижняя. Давайте я ее красно нарисую. Вот это будет нижняя выпуклая оболочка. Нижняя выпуклая оболочка. Это будет верхняя. Верхняя. То есть я просто определяю крайнюю левую точку, крайнюю правую точку. Рассмотрим это в текущий момент времени. У меня есть целиком какая-то выпуклая оболочка. Ну, что это такое? Это какая-то фигура. То есть мы движемся. Это какой-то цикл, поскольку это многоугольник. Ну, соответственно, есть как бы два пути. Вот какой-то располагается ниже, какой-то располагается выше, потому что выпуклый многоугольник, он ограничен с двух сторон, сверху и снизу. Соответственно, то, что снизу – это нижняя, а то, что сверху – это верхняя. И мы будем хранить отдельно эти выпуклые оболочки. верхнюю, нижнюю в отдельных векторах, ну или там в отдельных стеках. Давайте я буду говорить, что это отдельный. На самом деле, конечно, достаточно стека, но давайте считать, что это отдельный вектор. Отдельный вектор, и это тоже свой вектор. Вот пусть я так ассортировал все точки и построил нижнюю и верхнюю выпуклой оболочки для какого-то префикса наших точек. Теперь смотрим дальше. Приходит какая-то новая точка. Давайте я ее нарисую в месте, скажем, вот здесь. Тогда смотрите, понятно, что выпуклая оболочка новая. Когда я сдвигаю разделяющую прямую направо и добавляю нашу новую точку в множество, по которому я строю выпуклую оболочку. Мне, по сути, нужно сделать следующее. Понятно, что она точно вершина, что это точно будет вершина, потому что правее нее никого нету, значит, обязательно это будет вершинка. Вот. Тогда что нужно, по идее, сделать? По сути, нужно просто провести касательные из этой вершины к построенному предыдущему многоугольнику. Вот будет... Так, сейчас будет тяжело. Вот будет такая касательная, и вот будет другая касательная. Как она выглядит? Ну, я почти смог. Вот. И, соответственно, тогда выпуклая оболочка – это все, что попадает как бы в объединение, либо старый многоугольник, либо вот этот вот многоугольник между касательными, ограниченной границей исходной выпуклой оболочки. Ну, и, соответственно, тогда понятно, что нужно просто там вот эту точку удалить, и в общем случае нужно будет удалить несколько точек, которые попали вот там, если, скажем, как-то так было, а тогда мне нужно будет вот эти вот все точки удалить, которые попали во внутренность вот этого угла между касателями. Вот. И тогда понятно, что работает следующее. Давайте мы просто пройдемся по нашей там верхней или нижней выпуклой оболочке с конца ближе к началу, и вот эти вот все точки, пока они лежат внутри угла, мы их просто удалим, а это там просто по бэк-векторе. То есть удаляем, удаляем, и в итоге в конце дойдем до точки, которая как раз будет, ну, которая будет концом касательной, вот этой вот нижней, и тогда уже будет ничего не нужно будет удалять. Просто мы вот здесь остановимся. То же самое проделаем сверху, если, например, точка была наоборот где-нибудь, вот там вот очень высоко, тогда у меня касательные будут вот такие, вот так вот, и вот так вот, и нужно будет удалить вот эту вот точку. Так, так, секунду. А, ну, не только эти, но еще и вот эту. Сейчас, момент. Ну да, да, то есть из выпуклой оболочки также удалится вот эта, потому что теперь единственным отрезком верхней выпуклой оболочки будет вот этот отрезок. Вот. В итоге, значит, в общем случае, как это работает? Есть у меня какой-то многоугольник, текущая выпуклая оболочка, и есть какая-то отдельная точка, которая лежит вне него. Тогда, если мы эту точку добавляем к нашему множеству и расширяем выпуклую оболочку, то нужно, по сути, просто провести вот такие вот две касательные к многоугольнику. Так. Чего его рисовать? Вот такие две касательные. И удалить все вершины между ними. Удалить все вершины между ними. И, соответственно, потом объединить, вот так вот зациклить все, что было раньше, кроме удаленных. И потом вот эти вот два отрезка тоже вставить. Так перестраивается выпуклая оболочка при добавлении одной точки вне нашего многоугольника. Вот. А в случае, когда у меня координаты возрастают слева направо, как раз я их так посортировал, у меня будет все еще проще, и мне будет очень легко понимать, какие точки нужно удалять, а какие не нужно. Давайте мы сейчас переключимся и нарисуем нижнюю выпуклую оболочку. Вот есть текущая нижняя выпуклая оболочка, какая-то вот такая, и приходит новая точка. Приходит новая точка. Значит, смотрите, что такое касательное? Что такое касательное из новой точки к этой предыдущей нижней выпуклой оболочке? Нижняя выпуклая оболочка. Ну, на этой корзинке будет вот такой вот отрезочек. Вот так. Ну, тогда смотрите. Это на самом деле будет предельная точка со следующим свойством. Вот если я теперь проведу из этой новой точки, давайте эту точку назовем U, из этой новой точки я проведу отрезочки во все точки, которые на самом деле удаляются. То есть понятно, что тогда у меня из нижней выпуклой оболочки вот эти вот три точки последней должны удалиться, потому что у меня есть первая, есть вот эта вот вторая, и потом, соответственно, я перехожу на отрезок касательный. Это вот этот будет такой отрезок. Соответственно, все несколько последних вершин из выпуклой оболочки нижней у меня удалятся. Нужно удалить несколько последних. Нужно удалить несколько последних. Ну, вот вопрос, что это за те несколько, которые нужно удалить. Для этого давайте я из них, из всех проведу отрезок в нашу точку new, в нашу новую добавленную точку. И давайте, например, заметим следующее. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Давайте я как-нибудь скажу. Ну, например, так. Секунду. Рассмотрим вот эти вот две точки. Давайте P1, Q1. Я утверждаю, что точку P1 нужно будет удалить из нашего вектора, когда вот такой вот поворот между такими двумя векторами происходит в отрезательном направлении, то есть по часовой. То есть, если кросс Q1, P1 и P1 new меньше нуля, тогда нужно P1 удалить. Тогда нужно P1 удалить. Ну, то есть смотрите, да, что означает, что у меня кросс вот этот меньше нуля. Это значит, что, ну, какая была бы хорошая ситуация. У меня был такой многоугольничек, у меня был последний отрезок Q1, P1, и пришла какая-то новая точка. Значит, вообще было бы здорово, если бы она была как бы, ну, вот в ту сторону как бы, да, что, точнее, куда-то, куда-то вот сюда. Потому что мне нужно, чтобы это был выпуклён многоугольник, чтобы вот этот вот угол, он как бы шёл левее, чем, ну, направление следующей стороны должно быть левее, чем вот это вот предыдущее. Значит, в идеальном случае кросс должен быть положительный. Как раз из Q1, P1 направление поворота в P1 new должно быть положительным, то есть против всего S3. Если оно положительным, тогда это соответственно хороший случай, а как на картинке видим, что оно отрицательное. То есть вот, ну, в смысле, направление у нас идёт по часовой стрелке, вот такой поворот. Мы, соответственно, эту P1 удаляем. Дальше откатываемся назад и смотрим там новое P2, Q2. То есть рассматриваем, то есть P1 теперь удалили, рассматриваем опять две последние точки. Проводим такой вектор, Q2, P2, и проводим и вектор P2 new. Опять, если их отложить от одной точки, мы видим, что угол поворота у нас идёт отрицательный, то есть по часовой стрелке. Поэтому P2 мы опять удаляем, откатываемся назад. Теперь это будет у нас Q3, P3. Проводим наши новые векторы. Значит, Q3, P3 и P3 new. Опять, поворот у нас не в ту сторону, потому что если их отложить от одной точки, будет вот такой вектор, и вот такой поворот, соответственно, будет опять по часовой, то есть отрицательный. Поэтому Q2 нужно будет удалить. Ну и, наконец, если мы ещё откатимся назад, и это будет P4, Q4. То есть здесь уже ситуация будет хорошая, потому что этот вектор у меня смотрит вот так, а вектор P4 new смотрит вот так. И здесь как раз-таки поворот, смотрите, против часовой. Поэтому у меня будет такой вайл, пока в оболочке хотя бы две точки. Пусть у и P две последние. Ну и, соответственно, если кросс Q, P, P, new меньше нуля, тогда поп-бэк, тогда нужно будет последнюю точку удалить. Вот. Значит, почему это работает? То есть мы просто идём с конца нашего вектора, как раз хорошо они у нас хранятся в таком порядке схема направо, и последнее – это как раз вектор точка бэк, и их можно поп-бэкать спокойно. Значит, почему это тогда корректно? Почему удаление отрицательных векторных произведений нас как раз приведёт в вот эту вот точку касания? Ну, собственно, всё видно на картинке, потому что, смотрите, вот мы провели какую-то точку касания из точки new в точку вот эту вот жирную, Q3, которая обозначена. Тогда все остальные… Так, ну мне, наверное, всё-таки нужно будет новый слайд. Всё, давайте перерисуем. Вот есть какая-то зубклая оболочка. Пришла новая точка, я провел касательную. Вот. Тогда давайте посмотрим на все вот эти вот остальные отрезки. Ну и тогда понятно, что вот эти все отрезки, которые на самом деле и нужно удалить, вот эти вот все точки нужно удалить. Они лежат во внутренности вот этого угла. Лежат во внутренности угла. Но раз они лежат во внутренности угла, значит, все вот эти вот векторные произведения, типа вот такой вектор на такой вектор, то есть сторона и радиус вектор в точку new, Все эти векторные произведения будут отрицательными, потому что у меня есть какая-то сторона и направление в новую точку. Поскольку они все лежат внутри этого угла, то направление на нашу новую точку всегда будет обязательно более лежать по часовой стрелке по сравнению со всеми этими возможными векторами. Потому что, еще раз, если такую картинку нарисовать, есть какой-то угол, внутри которого лежат удаляемые точки, которые нужно удалить. Соответственно, тогда какой бы вектор я здесь не взял, какая бы сторона здесь не находилась, все равно этот вектор, если смотреть угол поворота от этого вектора к направлению до точки new, получится направление по часовой стрелке, то есть кросс будет отрицательным. И какой бы вектор здесь нарисовать, будет опять кросс отрицательным. Ну все, значит, мне нужно будет просто хранить два вектора. Давайте как-нибудь их назовем, lower и upper, нижняя и верхняя выпукло оболочки. И я просто иду, добавляю новую точку. Соответственно, пока в lower есть хотя бы две точки, и там нарушается выпуклость, то есть вот эта вот сторона, и при добавлении новой точки у меня ломается выпуклость, то есть вот этот угол как раз, кросс его меньше нуля. Тогда нужно последнюю точку удалить. И так делаем в этом вайле до тех пор, пока не восстановим выпуклость, то есть пока не дойдем до точки касания. То же самое нужно сделать с upper, только там будет, видимо, другое условие. Там нужно будет хранить, там нужно будет дождаться, когда кросс станет, наоборот, отрицательным, то есть пока он положительный, нужно удалять, потому что вот когда у меня верхняя выпукла оболочка, какая-то такая, пришла новая точка. Тут наоборот, когда мы проводим отрезок стороны, и потом, вот мы взяли сторону, и потом стрелку в новую точку. Здесь, наоборот, вращение идет против часовой, то есть кросс положительный. Здесь, наоборот, пока кросс положительный, нужно удалять. Ну и это, собственно, объясняется очень просто, потому что мы нижнюю выпуклую оболочку обходим как бы слева направо в направлении против часовой, по сути, против часовой. А верхняя выпуклая оболочка у нас, наоборот, хранится, то есть тоже слева направо, но теперь это уже будет подчасовой. То есть внутренняя с многоугольника как бы лежит снизу, поэтому у меня обход подчасовой. Ну и, соответственно, из-за вот этого противоположного направления обхода у меня меняется знак с отрицательного на положительный. Все. И просто пока нарушается вот эта выпуклость в конце в наших векторах lower или upper, мы просто последнюю точку удаляем. И в конце сделаем просто lower pushback новой точкой new и то же самое с upper pushback new. В итоге этим точкой будет действительно n log n, потому что мы сначала посортировали за n log n по координатам x и y, посортировали по координатам за n log n, а потом просто уже все оставшееся работает за от n. Мы просто идем слева направо, удаляем точки, пока нарушается выпуклость, пока там кросс ненужного знака. И понятно, что это работает суммарно за o от n, потому что каждая точка, она удалится максимум один раз. И, соответственно, удалений, значит, всего суммарно будет o от n. А, собственно, только в удалениях у меня как раз основная сложность, потому что while работает столько же, сколько будет удалений суммарно. Ну все, удаление o от n, поэтому асимптотика n log n. Так, ну тут все просто, едем дальше. Третий алгоритм. Это сортировка по углу. Сортировка по углу. Тоже там какой-то то ли Грехом, то ли Эндр, то ли еще какой-то чувак. Не помните фамилии, неважно это все. Значит, здесь асимптотика будет тоже n log n. Решение похоже на предыдущее. У нас там тоже будет вектор, в котором будет храниться текущая граница, и мы тоже из него будем несколько раз попбэкать. Только немножко другая сортировка и, соответственно, другое начало. Значит, начало такое. Давайте возьмем самую левую нижнюю точку. То есть среди всех точек возьмем сначала точку с минимальным иксом, а среди таких возьмем точку с минимальным иксом. То есть минимальный икс, потом минимальный икс. Ну и там можно считать, что это вот в том порядке, который мы изначально, точнее, в прошлом ограждении у нас был, сортировка по икс икс. Это как раз первая точка просто в нашем порядке. Тогда прелесть этой точки в том, что все точки лежат как бы справа сверху от нее. Формально можно сказать, что все точки лежат либо строго сверху, ну, не так, давайте я нарисую вот такую вот штуку и скажу, что все точки лежат вот где-то здесь. То есть у них либо больше икс, тогда они лежат где-то справа, возможно, ниже. Либо у них икс такой же, но тогда икс больше. То есть они тогда лежат просто сверху. Главное, что нет никого снизу, вот здесь никого нет, и нет никого слева, потому что у нас минимальный икс, минимальный икс. Сейчас можно вопрос? Да. Как у нас точка может такая существовать, если у нас может быть точка, которая лежит слева по иксу и сверху по иксу? Мы же взяли самую нижнюю, самую левую. Значит, допустимы точки, которые выше нас по иксу и левее по иксу. Нет, еще раз. Мы сначала взяли самую нижнюю. Самую левую. Мы сначала взяли самую левую, то есть точку с минимальным иксом. Из всех таких мы выбираем точку с минимальным иксом. Хорошо. Вот. Так вот, тогда это означает, что если мы будем проводить отрезки из нашей, ну, точнее, векторы из нашей точки, вот этой вот крайней, крайней левой, нижней, будем проводить векторы во все остальные точки, то они будут лежать вот в этой нашей полуплоскости. В этой нашей полуплоскости крайний случай какой-то такой. То есть нет вектора вниз. Единственное, вот это самое низкое, может быть, что-то типа такого. Тогда их можно будет посортировать по этому углу, по углу из этой точки. То есть можно сказать, что там есть какой-нибудь... Ну, давайте скажем, что у меня есть где-нибудь вот здесь какая-нибудь еще точка. Давайте я это назову P, это назову Q. И я буду мерить угол для каждой новой точки, там, R. Буду мерить угол QPR. Вот этот угол между, соответственно, отрезком PR и отрицательным направлением вниз от P. Вот такой вектор вниз. Буду мерить все эти векторы и ассортирую их в порядке возрастания. Соответственно, будет точка P. будет какая-то точка, там, лежащая где-то внизу. Потом такая точка, потом такая точка, такая точка, такая. Ну, вот я их вот так вот отсортировал по углу. И какая-нибудь точка здесь. Тут сверху может быть точка. Вот. Ну и, соответственно, опять, да, мы не будем считать этот угол явно. Давайте пропишем, что сортируем R по возрастанию угла QPR. Вот так. Значит, мы, опять-таки, не будем считать этот угол явно. Мы будем просто определять правду, что одна точка лежит правее, чем очередная. Ну, то есть лежит следующий в порядке сортировки. Вот если есть такие две точки R1, R2, как понять, кто идет раньше или кто идет позже в порядке сортировки? Ну, нужно просто посмотреть на этот угол R1, PR2. И если этот угол положительный, то есть кросс-положительный, да, то есть вращение против часовой, тогда R1 раньше, чем R2. Раньше R2. Вот. То есть даже, опять, нам не нужно считать углы. Мы просто для любых двух точек можем сравнить, какая из них должна идти раньше, какая должна идти позже в нашей сортировке. Соответственно, сортировка будет за Nлог N. Но компаратором вот этого, да, процедура, которая понимает, какой угол раньше, какой позже, точнее, какая точка раньше, какая позже, будет вот это вот странное условие на кросс, на угол между двумя векторами. Если оно положительное, да, если вот это направление положительное, тогда R1 раньше, чем R2. Вот. Еще давайте сделаем условие, что... Сейчас, важно это или нет. Еще нужно будет как-то разобраться с точками, которые лежат на одной прямой. Вот если, скажем, P, а это R1, R2, и они лежат на одной прямой, тогда нужно понять, кого из них, R1 или R2, мы положим раньше. Давайте считаем, что тоже R1 раньше, чем R2. R1 раньше R2. То есть, если у меня кросс нулевой, тогда я опять меряю расстояние от точки P до R1 и от точки P до R2, и та из них, которая ближе к P, мы кладем раньше в порядке сортировки. Кстати, замечу здесь, что здесь можно считать не dist, а dist квадрат, то есть не извлекать корень, а просто считать, ну, вот это вот, да, там, квадрат разности х плюс квадрат разности у без корня. И тогда, раз нам все равно нужно просто сравнить эти корни, корни из этих сумм, то можно корни извлекать, сравнивать квадраты, и, соответственно, знак сохранится. Ну вот, значит, мы за nлог n без, заметьте, да, без всяких корней, без тригонометрии мы посортировали все наши точки по полярному углу из точки P. Ну, как бы в каком порядке они видны из точки P. Ну вот, хорошо, тогда давайте используем похожую идею, то есть есть P, и есть несколько наших точек, которые мы обработали. И пусть мы построим на них уже в букву оболочку. То есть мы рассмотрели несколько первых точек, несколько таких как бы, ну, самых левых нижних, да, точнее, наоборот, правых нижних точек рассмотрели несколько. Вот, теперь приходит новая точка, которая лежит вот где-то левее и выше, чем наш построенный в букву оболочку. То есть в порядке обхода эти точки, в порядке сортировки эти точки проходим, вот приходит новая точка. Значит, ну, отличный случай – это когда у меня ничего не меняется, просто добавляется вот такой треугольничек, и если у меня вот эта вот выпуклая оболочка, то есть граница, то есть все вот эти вершинки лежали в векторе, то мне нужно просто будет сделать pushback вектор. Просто за предыдущей вершинкой будет лежать следующий. Это хороший случай, нужно будет просто сделать pushback. Значит, плохой случай будет какой-то такой. Сейчас я нарисую. Что-то была какая-то… Нет, сейчас. Была, скажем, какая-то такая выпукла оболочка, и пришла новая точка. Вот. Здесь идея та же самая. Мы из этой новой точки, раз она все равно, раз она такая экстремальная, и пока что нет ни одной точки вот в этой полуклоскости. Левее, выше никого нет, потому что мы их пока не добавили. Эта точка обязательно будет в выпуклой оболочке. Эта тоже будет обязательно в выпуклой оболочке, потому что она тоже экстремальная, левая, нижняя. Значит, это обязательно сторона. То есть вот одну касательную мы уже построим из этой новой точки. Остается построить касательную вторую. Ну, в нашем случае она будет какая-то вот такая, видимо. Вот что-то такое. То есть опять, если мне пришла новая точка вне многоугольника, она обязательно будет вне, потому что у нас такая сортировка, в порядке по углам, в порядке возрастания углов. Это обязательно будет точка вне многоугольника. Значит, нужно из нее провести касательная. Одна уже есть, вторую мы тоже как-то должны провести. И надо удалить все вот эти вот последние несколько точек, которые попадают во внутренность этого угла между касателями. И это опять несколько последних точек в векторе. Несколько последних точек в векторе. Вот если у меня этот вектор хранится вот так, то есть сначала P, потом вот эта точка, вот эта, вот эта, то нужно просто несколько последних удалить до тех пор, пока я не дойду до вот этой точки. Значит, условия. Здесь удаление очень похожее. Давайте я что-нибудь нарисую. Какой-нибудь вот такой вот. Такие два вектора. Это пусть опять будет P1. Давайте просто... Нет, P у меня уже занято, да? Давайте я его назову A. A, B, а это new. Когда, соответственно, плохо, когда у меня здесь поворот получается опять почасовой стрелке, то есть пока кросс отрицательный. Соответственно, пока в векторе хотя бы две точки. В векторе хотя бы две точки. Мы говорим, что пусть A и B это последний из них. Последние две. Если кросс B, A, a new меньше нуля, тогда вектор точка pop. Давайте я просто напишу popback. Popback. То есть если вот этот угол поворота от B, A к a new, он у меня отрицателен, то есть почасовой стрелке происходит, тогда нужно A удалить. Иначе надо сделать break. Иначе мы уже дошли до точки касания вот этой вот, и все хорошо, никого удалять не нужно. Значит, на нашей картинке у меня будет вот такой вектор B, A, и, соответственно, A удалится. Потом заново перешитается A, B. Это две последние точки. Будет, соответственно, B здесь, A здесь. Опять есть такой вектор B, и есть вектор вот этот вот, там, A new. И понять, что угол поворота между ними опять идет по часовой стрелке, значит, он отрицательный. И опять вот этот кросс меньше нуля, мы точку удалим. Вот эта точка тоже удалится. Ну, а последняя точка здесь, понятно, что все будет хорошо, будет такой вектор и такой вектор. Короче, в последний момент времени, когда вот эта вот точка будет тестироваться на удаление, там уже все будет хорошо с векторным определением, ничего не удалится. Ничего не удалится. Вот. Соответственно, мы, по сути, опять, то есть идея такая же, мы как будто бы проводим такие две касательные из нашей новой точки к уже построенному выпуклому многоугольнику и удаляем все точки посередине. Ну, и за счет нашей структуры, за счет нашей сортировки, у нас вот эти вот серединные точки, которые надо удалить, это всегда несколько последних векторов. И мы их просто удаляем, пока нарушается условие, пока нарушается условие выпуклости. Ну, и, соответственно, первое оставшееся мы прекращаем. То есть, когда условие будет уже хорошим, мы прекращаем наш вайл и говорим, что надо просто делать пушбэк вот этой точке вектор. То есть, не забываем, пушбэк надо в любом случае сделать, потому что эта точка лежащая на выпуклой бурочке. Ну, то есть, в данном момент времени. Вот. Ну, все, значит, мы разобрали три алгоритма. Я бы сказал так. Первый, ну, первый я сказал, когда эффективно работает, когда откуда-то вам известно, что точек на выпуклой бурочке мало. Не знаю, когда такое может быть, но вдруг. Если, например, у вас все точки, если вы знаете, что точки разбросаны случайно, то можно доказать, что на выпуклой оболочке в среднем, типа, от ожидания количества точек, кажется, будет корень из n, но это не точно. Короче, то есть, если там у вас, грубо говоря, они довольно равномерно разбросаны, то понятно, что на выпуклой оболочке точек далеко не n. Да, их там какие-то доли n, или вот даже, возможно, корень из n может быть. Кажется, там как раз такая оценка, что если у вас все точки равномерно разбросаны, то на выпуклой оболочке от корня из n точек. А симпатички почти, наверное. Вот. Это первый алгоритм. Второй алгоритм, он, я бы сказал, он не лучше, чем третий, потому что в третьем у нас как бы надо хранить один вектор, и, по сути, у нас просто, ну, один обход, да, там в порядке снизу вверх, и нужно все делать на одном только векторе, а во втором алгоритме там нужно находить два вектора, нижнюю и верхнюю выпуклой оболочке. Поэтому, если просто нужна выпуклая оболочка, я бы советовал вот этот третий алгоритм, потому что здесь просто одна сортировка, один вектор. Вот. Но второй алгоритм нам тоже сейчас понадобится. Он позволяет решать задачу динамического пересчета выпуклой оболочки. Значит, давайте я скажу, что это, ну, на мой взгляд, это лучший алгоритм. Лучший алгоритм. Потому что, ну, по асимптотике он, понятное дело, оптимальный. Если у нас нету знаний про h, про число вершин выпуклой оболочки, тогда n log n это лучшее из того, что есть. И здесь нужен всего один вектор. Не нужен никакой upper и lower, есть просто один вектор, где хранится вся выпуклая оболочка. А условия тоже самое. Просто пока нарушается выпуклость, делай popback. То есть кода, ну, либо в два раза меньше, либо просто не нужно писать обобщенную функцию, которую принимает вектор, там, и как-то удаляет из него что-то. Короче, это проще. Но бывают такие задачи, где вам нужно поддерживать динамическую выпуклую оболочку. Динамическая выпуклая оболочка. То есть, когда множество S, оно расширяется. S расширяется. Вот было у вас какой-то множество точек, вы по нему построили, скажем, выпуклую оболочку. Что-то построили. Дальше у вас S расширяется, то есть приходит новая точка, и вам нужно пересчитать выпуклую оболочку. Соответственно, там, ну, не знаю, какие-нибудь запросы в стиле сколько есть точек на выпуклой оболочке, то есть сколько вершин. И добавить новую точку в S, соответственно, пересчитать в выпуклую оболочку. То есть у вас меняется S, у вас меняется конвекс халл, то есть выпуклая оболочка. Кстати, да, по-английски это конвекс халл называется. Конвекс халл, выпуклая оболочка. Вот, и у вас уже не все так хорошо, что вы можете все точки там посердевать, как хотите потом один раз построить выпуклую оболочку. Вам нужно ее пересчитывать. Вот, ну, а с пересчетом как раз-таки помогает решение вот этого вот из второго алгоритма, когда мы храним верхнюю и нижнюю выпуклую оболочки. То есть вот такую штуку и вот такую штуку. Давайте я более ломаной нарисую. Здесь верхняя, есть нижняя. Еще бывают такие случаи, когда у вас для максимального ха есть несколько точек, когда у вас верхнюю выпуклой оболочки будет лежать... А, ну нет, на самом деле просто эта сторона будет два раза повторяться. Кажется, потому что, ну да, потому что выпуклости здесь не нарушаются. Или нет. Ну, неважно. Давайте считать, что такого не будет и у нас как бы вот так вот не связано. То есть просто у нас есть все вершины, их нужно сводить в одну кучу, чтобы получить общую выпуклую оболочку. Вот. Значит, есть верхняя, есть нижняя. Теперь представьте, что приходит новая точка и нам нужно как-то выпуклую оболочку пересчитать. Значит, раньше у нас было такое приятное свойство, что добавляемая точка лежала правее всех старых. То есть вот они все лежат там, скажем, левее какой-то разделяющей прямой, а новая точка new, она лежит правее этой прямой. Ну и тогда все было хорошо, мы просто смотрим несколько последних, да, и пока вот здесь нарушается выпуклость, мы делаем popback. То же самое здесь, да, если здесь нарушается выпуклость, делаем popback. Но когда мы рассматриваем задачу динамической выпуклой оболочки, в общем случае, эта точка, она может лежать не обязательно правее, чем уже построенная выпуклая оболочка. Она может лежать где-то сверху, слева, внутри вообще. И нам нужно выпуклой оболочкой все равно учиться пересчитывать. Научиться пересчитывать. Здесь уже, конечно, не работает вот это вот popback, все эти popback не работают, но зато работает идея с касателями. Вот давайте рассмотрим эту точку, добавляем вот пусть вот это вот new. Вот это new. Тогда работает опять идея с касателями. Если у нас есть выпуклый многоугольник, у нас добавляется новая точка, и мы хотим точку включить в выпуклый многоугольник, то понятно, что нужно просто провести касательный, то есть экстремальный поворот налево, экстремальный поворот направо, внутри которого, внутри угла, между которыми лежит весь многоугольник. Соответственно, я просто провожу такой вектор, такой вектор и вот такой. И все, что между ними, я должен как бы вырезать. Вот, значит, похожая картинка была бы, если слева у меня точка лежала, я там провожу какую-то вот такую вот штуку, и удаляю вот эти вот, одну точку я удаляю, и из верхней, и из нижней выпуклой оболочки. Вот. И еще бывают случаи, когда точка лежит внутри. Это тоже нужно как-то отдельно работать, что если точка уже лежит внутри выпуклой оболочки, то ничего пересчитывать не нужно. Если точка уже внутри, то пересчитывать ее не нужно. Окей, давайте сначала тогда мы разберемся отдельно с верхней выпуклой оболочкой. Поймем, как она меняется, вот добавление одной точки. То есть вот есть верхняя выпуклой оболочка, какая-то она вот такая. Вот такая. Приходит точка, и мы должны понять, что пересчитывается. Есть тут много случаев. Ну, общий, давайте так, давайте самый сложный случай разберем. Самый сложный случай такой, когда точка лежит над какой-то стороной, скажем, вот здесь, и, соответственно, нам нужно провести какие-то касательные и что-то удалить. Тогда работает все следующим образом. Если я проведу вот эту координату с иксом нашей точки, вертикальную прямую, тогда у меня как бы все распадется на левый и правый кусок, наша верхняя выпуклая оболочка распадется на левый и на правый кусочки. И тогда, смотрите, точка, которую нужно удалить, это несколько самых левых точек правого куска и несколько самых правых точек левого куска. То есть, если бы у меня было здесь что-нибудь еще вот такое, если бы я вот так вот нарисовал, давайте я вот так изменю. Тогда мне нужно будет удалить вот эти две точки. Соответственно, если здесь там еще более ломаная, это прямая, то нужно вот эти вот несколько точек удалить и вот эти и так далее. То есть, мне нужно просто в моей верхней выпуклой оболочке найти разрез, в который попадает по х наша новая точка new, что она лежит где-то на этой вертикальной прямой и дальше пройтись налево и несколько этих точечек удалить и пройтись направо, несколько этих точек удалить. Ну, собственно, понятно, раз мы все равно из нашей точки new, из этой точки new, мы проводим такие две касательные. Понятно, что вот эта вертикальная прямая обязательно лежит внутри этого угла, ну, и раз мы удаляем несколько точек внутри угла, то это обязательно несколько подряд удаляющих точек. Соответственно, сколько-то влево нужно удалить, сколько-то вправо нужно удалить. Тогда все очень просто. Если мы как-то смогли, не знаю, там, бинт поиском или чем-нибудь найти вот этот вот разделитель, да, когда точка лежит над стороной, то есть, ну, вот эту вот, да, находим сторону, над которой лежит х, лежит новая точка х, тогда нужно просто теперь пройтись налево и все точки, которые нарушают выпуклость, то есть, когда поворот вот такой вот, ну, то есть, когда поворот получается против часовой, тогда нужно вот эту точку удалить. То есть, то же самое, что у нас было в случае, когда мы просто строим верхнюю пуклополочку и пришла какая-нибудь вот такая точка. Нужно просто вот несколько последних точек удалить, пока не восстановится вот такая выпуклость. Нужно все эти точки удалить. Это с левым кусочком. С правым кусочком то же самое, только, ну, вот в обратную сторону. Есть какая-то такая выпуклая граница, верхняя, приходит новая точка, нужно опять-таки удалить несколько последних, пока не восстановится вот такая выпуклость. То есть, опять смотрим на всякие кроссы, и пока кросс не станет нужного нам знака, мы удаляем несколько последних точек. Вот. Собственно, это основная идея. Мы просто находим, от какого места нужно начинать делать проверки и расходимся вот так в обе стороны, и влево, и вправо, пока не восстановится выпуклость. Удаляем точки, пока не восстановится выпуклость. Вот и все. Значит, вопрос только, как это все хранить. Ну, если нам больше ничего не нужно делать, можно просто хранить в виде сета. Можно верхнюю выпуклость облачку хранить в виде сета точек. Сет точек. И точки у нас отсортированы по x. Отсортированы по x. И тогда нужно просто сделать как раз бинпоиск в нашем сете, то есть какой-нибудь ловербаунд. Ловербаунд по точке new. Он вам даст точку с минимальным x больше, равном, чем наш. Соответственно, вы найдете вот эту точку справа, потом сделаете минус-минус от литератора, вы обратитесь вот сюда, и как раз, получается, вы нашли ту самую сторону, которая рассекается в вашей вертикальной прямой. Ну, и потом просто идете направо, да, плюс-плюсами двигаетесь направо и двигаетесь влево минус-минусами, пока не восстановите выпуклость. Соответственно, вот эти вот точки, которые надо удалить, вы их просто делаете там, рейс из сета. Рейс как раз вам удаляет нужные точки за логарифм. То есть нам от сета нужно что? Нам нужно уметь делать вовербаунд, уметь сдвигаться вправо-влево, то есть плюс-плюс итератор и минус-минус итератор, а также нужно делать и рейс, ну, и инсерт, чтобы вставить новую точку. Вовербаунд плюс-плюс-минус-минус, и рейс-инсерт. А учитывая, что нам все равно нужно, что удаление вот этих вот плохих точек может занять все равно линейную асимптотику, не выгоднее ли использовать просто список двусвязный и, ну, искать за линию? Не выгодно, потому что мы, ну, бинпой с камнем сможем сделать список. Не, ну, я же говорю, учитывая, что асимптотика все равно линейная, если мы будем использовать просто список, мы избавимся от второго логарифма. Ну, асимптотика не совсем линейная, я бы сказал, что она логарифм амортизационный, потому что удалений суммарно, их не больше, чем всего точного. Ага, да, действительно. Ну, то есть, если у вас там, не знаю, поступило Q запросов, то суммарно вот этих удалений вы сделаете не больше, чем Q. Поэтому асимптотика будет Q, ну, там, Q-Q, а если это делать, наверное, на связанном списке, то это будет Q квадрат. Вот, но как раз за счет того, что удалений у вас суммарно немного, да, на каждом конкретном шаге их может быть много, но суммарно их не больше, чем Q. Поэтому здесь лучше использовать какую-нибудь более крутую структуру. Ну вот, значит, тут остаются еще всякие тонкости, типа того, что если точка лежит где-нибудь левее, чем наша выкукла-оболочка, правее или ниже, ну, вот со случаем ниже тут все просто, мы точно так же делаем ловербаунд, определяем отрезок, который рассекается наш вертикально прямой, и если точка лежит под этим отрезком, то, соответственно, точка лежит под выкукла-оболочкой, ничего делать не нужно, мы просто там делаем continue, и выкукла-оболочку не перестраиваем. А если точка лежит левее или правее, то здесь уже не получится так, то есть у меня нет как бы, скажем, в этом случае мне не нужно идти влево, у меня нет просто никого слева. Когда я просто смотрю на set.begin, и двигаюсь вправо, то есть делаю плюс-плюс, пока не восстановлю выпуклость. То есть здесь будет движение только в одну сторону, направо, да, пока не восстановится выпуклость. То есть как-то вот так. Мне нужно будет идти влево, просто там нет ни одного итератора. То же самое, если у меня точка лежит правее, то у меня есть только движение влево, вот такое вот, да, то есть это минус-минус end, ну, то есть set.end, и я еще делаю минус-минусы, пока не восстановлю выпуклость. Здесь уже не нужно будет идти, наоборот, направо, потому что справа от этой точки уже никого нет. Ну, все. Получается, что мы за логарифм можем удалить очередную точку. Соответственно, если нужно удалить k-точек, то мы это делаем за k-логен. И суммарно, повторюсь, удалений этих будет не больше, чем всего добавленных точек, поэтому амортизированы. У нас все добавления будут за логарифм происходить. В верхнюю выпуклую оболочку. Ну, то же самое с нижней нужно сделать, да, то есть там, ну, там другие условия на кроссы, что они другого знака, все остальное то же самое. Нужно точно так же, то есть у вас нижняя выпуклая оболочка, опять ее рассекаете, понимаете, как бы, под какой стороной вы лежите, и опять проходитесь вправо, проходитесь влево, удаляете те точки, которые нарушают выпукленность. Вот и все. Вот это как раз преимущество нашего второго алгоритма, что он перестраивается для онлайн-случа, то есть для динамического расширяющегося множества. Так, 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 так. Вот, хорошо. Тогда, значит, последняя идея на сегодня – это максимум скалярного произведения. Максимум скалярного произведения. Значит, задача такая. Есть у вас какое-то множество S и запросы вида AB. Запрос AB. Нужно найти максимальное значение скалярного произведения векторов XY на AB, где XY – это какая-то точка из S. То есть AB – это фиксированный вектор, вектор запроса. И вам нужно найти максимум скалярного произведения AB со всеми возможными точками из S. Ну, в такой постановке это неинтересно. Нужно просто все точки перебрать и найти оптимальное. Но имеется в виду, что у вас S фиксированная, а запросов много. Здесь N точек и здесь Q запросов. И нам нужно как-то на каждый запрос отвечать быстрее, чем заводы. Значит, здесь решение следующее. Простое наблюдение заключается в том, что максимум скалярного произведения достигается обязательно на границе выпуклой оболочки. Значит, максимум достигается, если XY – это вершина, конвекс-хал от S – вершина выпуклой оболочки. Значит, почему это так? Ну, вот есть… Давайте я нарисую выпуклую оболочку, какую-то такую. Есть какие-то точки внутри выпуклой оболочки. Это вот все наше S. Соответственно, все вершины, какие-то, возможно, точки на сторонах и несколько точек во внутренности. Это все S. Потом приходит запрос вектор AB. Давайте его нарисуем. Вектор AB. Нужно найти максимум скалярного произведения с таким векцией. Значит, из, опять-таки, курсов какого-нибудь линейного линейного алгебра мы знаем, что множество точек… Давайте я так напишу, что для любой константа гамма множество точек XY, таких, что XY умножить на AB – это гамма, это прямая. Причем ортогональная AB. Есть у вас вектор AB. И если вы порисуете ортогональные прямые, то на каждой из них скалярное произведение каждой точки с вектором AB. То есть вы взяли какую-то прямую, смотрите на все вот такие вот векторы из 0,0 в точке этой прямой. Скалярное произведение с AB у них у всех будет одинаковое. Ну, просто это несложный факт, что если здесь прямой был. То есть геометрическое множество точек, у которых скалярное произведение с вектором AB – это константа, это прямая. Вот прямая ортогональная AB. Ну и, соответственно, нам нужно как бы найти, нам нужно вот эту прямую проварьировать, так ее подвигать, прямую ортогональную AB, чтобы найти вот эту самую экстремальную точку вдоль этого направления AB. Вот в нашем случае будет вот эта вот синяя прямая. Да, это такая самая крайняя точка в направлении AB. Ну и плюс-минус понятно, что самая крайняя точка, она как раз достигается на выпуклой оболочке, потому что если у вас вдруг, если вы вдруг сказали, что самая крайняя где-то внутри, давайте мы еще подвинем вдоль вот этого направления AB. Будем продолжать двигать нашу прямую. Двигаем, 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 в какой-то момент упремся, ну как раз вот либо в вершину, либо в сторону выпуклой оболочки, все время при этом увеличивая значение скалярного произведения. Но если мы уперлись в вершину или в сторону, то тогда как раз, ну собственно, на ней достигается максимум скалярного произведения, и он весь одинаковый. То есть на этой стороне или там в этой точке скалярное произведение – это как раз экстремум по всему нашему многоугольнику. Вот и все. Значит, чтобы найти ответ, достаточно рассматривать вершины выпуклой оболочки. Ну а дальше, дальше, как это делать? Давайте я перерисую опять. Дальше давайте опять мы разобьем нашу выпуклой оболочку на верхнюю и нижнюю части. Верхнюю. Ну давайте нарисую верхнюю. И давайте считать, что B больше нуля. В нашем запросе AB B больше, чем 0. В нашем запросе AB B больше, чем 0. Тогда понятно, что мне нужна как раз верхняя выпуклая оболочка, то есть те точки, которые лежат в направлении AB. Если B больше нуля, то как раз вектор как бы смотрит вверх, ну либо такой, либо какой-то такой, мне нужна, понятное дело, верхняя выпуклая оболочка. Ну и как на ней найти ответ? Как на ней найти максимум скалярного произведения? Ну давайте мы сделаем следующее. Давайте мы порисуем прямые ортогональные AB. Так, давайте AB немножко поменяю. Мне нравится сейчас. Значит, вот такой какой-то вектор AB. Я порисую ортогональные прямые, проходящие через все вершины. Ну или даже точнее через все точки на границе. Значит, вот есть какая-то такая прямая, потом она будет подниматься, то есть скалярного произведения увеличиваться, увеличивается, 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 увеличивается до какого-то момента, а потом начинает… Давайте вот так нарисуем. Вот так. А потом начинает убывать. То есть, ну скажем, на этой стороне константа, потому что сторона ортогональная вектору AB. Так, AB, да, давайте считаем, что здесь прямой угол. А дальше начинает убывать. Убывает, 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 убывает. Вот, и так будет в случае любого вектора AB с положительным B. Мы сначала, то есть если мы будем идти по нашей верхней упаковочке слева направо, то у меня сначала скалярное произведение возрастает. Давайте график нарисуем. Сначала скалярное произведение возрастает строго. Ну там как-то, не знаю. Как-то не очевидно, с разными скоростями. Там как-то возрастает. Потом оно, если есть вот эта вот сторона ортогональная AB, то она на двух точках константа, потом падает. Как-то это скалярное произведение падает. Ну давайте, наверное, сильно формально я не буду доказывать. Понятно, что вот если у вас есть как раз верхняя оболочка, то и вы, вот представьте себе, что двигаете вот эту прямую ортогональную AB. Ну понятно, что она как бы сначала поднялась, потом опустилась. Сначала поднялась, потом опустилась. Вот, давайте не будем это формально доказывать. Если хотите, то можно здесь что-то поделать. Ну то есть, видимо, нужно рассмотреть вот эту вот экстрему, сторону или вершину, в которой достигается максимум, и доказать, что вот здесь вот будет оно монотонно убывать. Вот здесь монотонно убывает. Вот. Значит, ну хорошо. Тогда как понять, как с помощью какой-нибудь там бинпоиска или чего-нибудь подобного найти вот эту вот сторону, на которой достигается максимум скалярного произведения? Давайте сделаем бинпоиск, так называемый бинпоиск по производной. Значит, вот давайте сейчас, что это там нулевая точка, это n-ая точка. Мы встали там куда-нибудь в середину, не знаю. Ну пусть тут будет. Короче, тестируем очередную точку m. Очередную точку m на нашем графике. Тогда смотрите, если я рассмотрю вот эти вот два соседних значения скалярного произведения, то есть я рассматриваю m-тую точку на выпуклой облочке и m-плюс-перую, то есть две соседние. И если здесь происходит возрастание скалярного произведения, тогда понятно, что нужно двигаться, ну что нужно левую границу передвинуть вот сюда. Да, у меня, соответственно, ответ где-то справа. Если же наоборот, у меня две соседние величины, ну в двух соседних точках у меня скалярное произведение падает, при движении слева направо, тогда наоборот нужно двигать правую границу. То есть в итоге алгоритм будет такой. Обычный там бинпоиск, пока r-l больше одного. Мы считаем m как полусумму, r-l пополам. r-l сдвиг в бинарные единицы. Вот, а дальше мы смотрим на два значения, на скалярное произведение в точке m и на скалярное произведение в точке m-1. не знаю, там, x – это dot p-m-t и ab, а y – это dot, то есть скалярное произведение, p-m плюс первого и ab. Вот, соответственно, если x меньше y, и у меня происходит возрастание, то нужно двигаться, конечно, нужно двигать левую границу. Если x больше y, то r, наоборот, нужно сдвинуть, ну там vm или vm плюс 1, неважно. Давайте vm считать. Вот, соответственно, вот сюда мы передвинулись, потому что понятно, что все равно ответ лежит где-то там, где-то раньше. А если x равно y, то получается, что мы как раз нашли вот эти вот две точки, которые являются стороной, ну, то есть отрезок между которыми является стороной, которая ортогональна электро АВ. Тогда, собственно, это просто ответ. x – это ответ. Вот, и в конце, если мы не нашли еще ответа, у нас в конце будет отрезок между lr, длины там вот единицы, одна или две вершины там будут, и просто мы понимаем, что максимум он лежит где-то между ними. То есть lr – это где-то вот здесь. Мы просто проходим все точки между ними, находим максимум скалярного произведения с вектором АВ, и его возвращаем в качестве ответа. Вот, то есть это просто бинпоиск. бинпоиск на вот такой вот функции, которая сначала возрастает, потом может быть константой какое-то время, потом бывает. Просто бинпоиск по, ну, по сути, по вот этому вот, по разнице между двумя соседними значениями этой функции. Вот, работая, соответственно, за логарифм. Ну и все хорошо. То же самое мы делали бы, если было бы b отрицателем тогда, только нужно было бы нам идти по нижней выпуклополочке, потому что если b меньше нуля, то, соответственно, у меня вектор торчит куда-то вниз, и, значит, максимум достигается в наибольшем направлении, в наибольшее продолжение этого вектора. Это, значит, как раз где-то на нижней выпуклополочке. Это нижняя. Нижняя. Ну, последнее, что скажу, что если нам вдруг нужно будет делать одновременно, поддерживать динамическую выпуклополочку, динамическую выпуклополочку плюс максимум скалярного воздействия, то есть у меня поступают запросы как бы двух типов. Добавить точку в множество и пересчитать выпуклополочку, а еще найдите максимум скалярного воздействия. То есть объединяем задачи динамическую выпуклополочку и максимум скалярного воздействия с данным вектором. Тогда то же самое. Я храню динамическую выпуклополочку как два кусочка, верхнюю и нижнюю. Только теперь мне нужно будет, ну вот здесь, чтобы искать максимум скалярного воздействия, мне, по сути, нужен какой-то бинпоиск. То есть мне нужно по номеру находить точку с таким номером. По номеру находить точку с таким номером. Но для этого уже нам сеты будет не хватать, потому что в сете не хранится, ну, там нет информации про номера. Значит, нужно будет какое-то дерево поиска неявное. Неявное. Ну, типа Декартова. Или там AVL. Нет, AVL сложно сливать. Тапсплей дерева, например. Короче, ваше любимое дерево поиска, вы пишете просто. И, соответственно, в этом дереве будут храниться точки, скажем, верхней выпуклополочки. Тогда, чтобы добавлять новые точки, вам нужно реализовать весь функционал обычного дерева поиска. Ну, то есть, как сет работает, нам нужно будет сделать leverbound по ключу, по x, потом какие-то удаления. Ну, то есть, обычные операции в дереве поиска. А чтобы сделать максимум скалярное воздействие, нужно просто посмотреть на наш алгоритм, вот тут бин поиск, понять, что нам нужен доступ по индексу. И это будет, ну, там, тоже будет запрос в дереве поиска, в неявном дереве поиска. Доступ элемента по индексу работает за алгоритм. Вот, то есть, тогда эта штука работала бы как бы за лог-квадрат, потому что у меня бин поиска за логарифм. И еще логарифм будет от того, что мы спускаемся по номеру, то есть, по индексу ищем точку с таким номером. Но на самом деле, это можно перейдеть в логарифм, просто спуском по дереву. Спуск по дереву. Вот, давайте, наверное, время уже закончилось, это оставлю, как просто наподумать. Достаточно просто сказать, что нам нужно в, скажем, декартовом дереве уметь находить максимум скалерного произведения. Это либо, ну, в простой реализации, это просто пин-поиск, а внутри доступ элемента по номеру. Доступ элемента по номеру. Либо можно подумать, как это сделать за логарифм. Можете подвести семинаристов, если вам не объяснили. И таким образом вы добьетесь логарифмического времени работы на запрос. Вот, и тогда будет по логарифму на каждый запрос, что вставка новая точка, ну, там, амортизированный логарифм, но все равно, да, логарифм вставка и логарифм запрос максимум скалерного произведения. Вот, а нужно это, может быть, например, для того, чтобы решать всякие задачки на динамическое программирование, тоже в семинарском листочке. Есть задачи, которые сводятся вот к такому вот подходу, когда вы пишете обычную динамику и потом так переписываете это условие, переписываете формулу в динамике, что это на самом деле просто запрос максимума скалерного произведения, ну, или там, минимума, максимум скалерного произведения по точкам из множества. Соответственно, вам нужно хранить множество, хранить его в выпуклую оболочку, узнавать максимум скалерного произведения, а еще уметь составлять точки в множестве. Ну, это вот динамическая выпуклая оболочка плюс максимум скалерного произведения. Вот, ну все, тогда спасибо за внимание. С выпуклыми оболочками разобрались. До свидания.